Снова всем привет! Всем привет! И вот мы на полевых испытаниях лески Fox & Cassette. Сейчас мы ее намотаем и покажем вам, как это сделать на катушку, а после приступим к испытаниям. Итак, леску мы будем наматывать на катушку, ну так уж получилось, в бассе Air. У нас на шпуле написано, что диаметром 0,30 вместимость будет 270 метров. Так как у нас леска 0,26, очевидно, что влезет намного больше. Но можно заморочиться с бэкингом, сначала намотать бэкинг, после этого леску, но мы намотаем столько, сколько влезет. Как раз проверим те отметки 250 метров, которые пролетают у нас на бобине, ну и потом начнем забрасывать. Итак, сейчас я вам покажу самый простой способ, как привязать леску к шпуле и расскажу нюансы, которые нужно учитывать при намотке лески на шпуле. Значит, самый простой, мы делаем обычную петлю. Вот. И на кончике этой лески завязываем еще один такой маленький узелок. Это будет наш топорный узел. Лишнее отрезаем. Открываем дужку, продеваем через самое толстое кольцо. Одеваем на шпулю. Вот у нас в этой шпуле есть специальный такой отсек, куда упирается узел. Если у вас такого отсека нету, то можно этот узелок оставить в середине шпули, чтобы он там в дальнейшем не мешался. Закрываем, делаем пару оборотов, чтобы прихватилось. Так, теперь напарник. Значит, какая может быть ошибка при намотке? Вот так вот мотать и сматывать леску нельзя, потому что у вас леска начнет закручиваться. Важно, чтобы леска выходила снизу и намотка происходила при определенной натяжке. Вот. Можно отпустить так фрикцион, чтобы при намотке он у вас чуть-чуть пощелкивал. Вот. Мотаем такие чуть-чуть, одиночные щелчки у вас происходят, ну и мотаем. Через 250 метров должны увидеть стикер. Вот тот самый стикер, который нам говорит, сколько еще осталось лески на бобине. Здесь написано 750, значит, здесь 50 мы промотали. Ну, вот так спокойно отрываем. Мотаем дальше. Сейчас по мере заполнения шпуль я потом покажу, сколько нужно наматывать лески, чтобы это было правильно. Дошли до второй отметки, 500 метров. Все. Итак, вот мы намотали шпуль. Сейчас я поближе покажу, как определять, правильно ли заполнена шпуля и насколько. Итак, грубое правило, которое можно придерживаться, вот у шпуль есть две кромки. Вот бортик основной, который идет, и бортик возле клипсы. Вот мотать нужно, чтобы заполнился практически бортик возле клипсы. Ну и получается, что 1-2 миллиметра мы оставляем по основному бортику. Вот если вы так намотаете, практически исключен вариант, что у вас будут борды вылетать. Это как бы немало и немного то, что нужно. Такой момент, когда работаете со шпули, когда вам нужно что-то привязать, вы не открываете недушку, ослабляете фрикцион. И вот так вот аккуратно протягивая, можно работать там, узлы вязать и так далее. При этом как бы исключен момент, что у вас будут сбрасываться какие-то петли, бороды образовываются и так далее. Итак, мы будем использовать тонущий шок-лидер, 5,5 метров. Сейчас мы его привяжем и чисто визуально проверим, насколько он прочно при затягивании леска держит узел. Итак, вот мы привязали шок-лидер к леске. Хочется отметить, что лески, которые вот у нас до этого были, бренд не буду называть, напрямую, если мы их тянем, порвать руками очень тяжело, тоже 0,26 леска. Но как только мы завязываем, связываем леску с шок-лидером, буквально вот так вот чуть-чуть и леска рвется. Здесь в данном случае фокса-кассет, ну, я даже не могу такой усилий сильно приложить. Вот руки видно, насколько продавливается моя кожа. То есть на узле держится чисто визуально очень прочно. Сейчас будем испытывать дальнобойность. Так, забрасывать будем скользящую оснастку. Груз у нас 3,5 унции. Стандартный поводок, 14 диаметр бойл. Дистанцию на колышко сейчас мы отмотаем 130. Это по колышкам. И посмотрим, ударится с какой силой в клипсу. Дистанция 43,1 у нас готов. Дистанция 44,6 лучшая палочка. Дистанция 44,49-17, Субтитры сделал DimaTorzok Забрасывать будем удилищем Warrior CTS 13 футов, 3,5 лб Видел выход в дырок? Проверяем, чтобы фрикцион был затянут Удар по клипсе Клипты снимем, намотаем дистанцию чуть побольше Сейчас мотаем дистанцию 135 метров Расстояние между колышками ровно 3 метра Это 45 витков Удар по клипсе Обратите внимание, как красиво леска смотрится на шпуле. Очень симпатично. Проверим стыки, проверим клипсион, станция 135. По клипсе, снимаем клипсу, прибавляем дистанцию. Сейчас мотаем дистанцию 150 метров. Это ровно 50 витков на колышках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Под припси ударилась, но уже с большим трудом. Ну что можно сказать по леске? Леска, как мы видим, позволяет достичь очень больших дистанций даже на таких удилищах, которые считаются бюджетными. Я когда забрасывал, сейчас понаблюдал, очень хорошо проходит через кольцо. Здесь практически она не собирается, вылетает очень прямо. Мы на эту леску сейчас еще будем рыбачить. Посмотрим, какая-нибудь рыба, если крупная сядет, уже поиспытаем ее на крупных рыбах. Итак, вот у нас поклевка на леску Экосет 0.26. Сейчас посмотрим, какую рыбу мы поймаем. Ну, посмотрим. Все нормально. Виктор, расскажите о ваших ощущениях. Ну, пока рыба особо не сопротивляется. Я пытаюсь на нее тоже сильно не давить пока. Соперник почувствовал немножечко. Да, пускай почувствует. А там в конце провода тоже кто-то есть. Сейчас начнется береговаться. А в конце провода есть я. С теми у Фокс Варьер как работает. О! О! План отрабатывает. Ну, вот бригада собирается вылаживать рыбу. Какие ощущения по леске, Виктор? У нас там Амура. Это сейчас будет фестивалить возле берега. Амур. Это Амур. Это хороший. Хороший Амур. Вот скрип какой. Давайте поближе снимем леску. Хорошая она. О! Так. Ну, вот смотрите. Леска 0,26. Удилище. Варьер. Сити. Вот такого Амура видели. Вот такую рыбу. Мы ее сейчас взвесим. И вам расскажем. Вот она. Наша красавица новая. Да. И вот он Ричвард. И вот он Ричвард. И вот он Ричвард. А что у нас там? Ну, подожди. Дайте поближе подойдем. Я чуть вытащил. Ну, Амура губы сами представляете какие. Ричвард. Ну, вот она классические засечки. Ну, вот она классические засечки. Блин. И тихо. Вот прям пацанка. Ричвард. И вот Ричвард. Ред криль. И... И она у нас. Красавчики. Бомби. Крутой. Ну, что? Ну, вот и боевое испытание леска прошла. Сейчас мы его взвесим. Ну, и скажем, какую рыбу точно можно доставать на леску. Фокса кассет диаметром 0,26 транс хаки. Сколько килограмм примерно? 7? Давайте прям сейчас взвесим. У нас, к сожалению, нет сумки для взвески. Ну, давайте в мешке взвесим. Витя, можешь принести весы? Ну, мы еще килограмм отнимем от мешка, да? Да, в 500. Ну, да, плюс-минус. Вот они сейчас самые суперудобные мешки, которые мы заканчиваем. Вот, в принципе. Вот, давайте я покажу на удобство мешка. Вот у нас тут уже одна рыба есть. Подошел, кольцо одел, и все. Ну-ка, что-то покажешь. Ну-ка. Вот тут самое кольцо. Вот здесь карабинчик, который препятствует тому, что... Я вам хочу напомнить, как у нас рыба ушла из мешка здесь ровно год назад. Я думаю, что с этим мешком таких проблем у нас больше не возникнет. Я вижу цифры 8 килограмм. Ну, наверное... До 300 грамм. Ну, где-то, да, 7-200, наверное, там он весит. Ну, оставим сейчас до фотосессии пока. Да, ну-ка, одевайте такой мешочек. Ну, вот по самой мешочке, вот у вас и штанга. Вот, и рыба. Спокойно сочувствую. Штанга тает устойчиво. Ну, все, я вас поздравляю. Все, фу-е-в. Я вас поздравляю. Это что-то бочки какой-то. Да, это, блядь, с ними не так просто. Да, это уже просто, блядь, болеется здесь 2 часа. Бомба. Да, это здорово, конечно, блядь. Ого. За 10 сейчас. Вот такие красавцы в булова водятся. Это вот у нас девяточка с половиной. Это 11 килограмм. Блин, карп очень красивый. Бомба. Просто классно. Кайфанули по полной. И все, главное, разные. Да, все разные. Хотя эти похожи на 1-7. Вот, сейчас мы пойдем их отпускать. Жди. Вот. Спасибо.